всем привет мои дорогие девочки кто решил заглянуть ко мне на канал сегодня будет видео об очередных пустых баночках которые закончились у меня в апреле месяце кто любит такие видео прошу оставаться со мной в этом месяце у меня уже побольше немножко баночек закончилось чем в прошлом но я все равно постараюсь как-то сделать это более кратко емко и по делу первое что я хочу показать это был вот такой вот спрей для закрашивания корней и седины который смывается шампунем от a real professional у меня темно-коричневый цвет это моя первая упаковочка но я уже купила вторую я очень редко повторяю что либо но это мой маст хэв уже наверно практически год благодаря ему мне не приходится краситься очень часто и корни свои которые у меня периодически вылазит я закрашиваю именно этим спреем темно-коричневый цвет подходит никак нельзя лучше это вот прям мой мой цвет он без ржаны действительно натуральный темно-коричневый цвет очень мне нравится и могу посоветовать девочкам которые не хотят часто портить свои волосы не хотят их часто красить он подходит просто идеально конечно если вот так вот залазить волосы руками то волосы могут ногу то пальцы могут стать немножко коричневыми поэтому лучше так не делать я такими страдаю в общем сбрызгиваю чисто вот по пробору этот спрей и никаких седых волос не видно поэтому этому маст хэв могу посоветовать беру его всегда по акции магнит косметик за 300 с чем-то рублей так он конечно порядка 500 конечно для него очень дорого я считаю следующее закончился колгейт плакс берем его очень часто fix прайс за 99 рублей самая выгодная цена там это у меня со свежестью чая самый мой любимый аромат наверное из колгейт но другие мои домашние любят все-таки больше лесные травы или какой-то более ядреный дочка любит я пользуюсь ими совсем не часто это у нас дочка подсела на эти ополаскиватели сколько я и не твержу о том что пользоваться ими часто вредно но как известно подростки есть подростки они слушают только себя считают что они умнее всех мой любимый дочь и милк достала я из запасок наверное больше года больше двух он у меня стоял запаса это молоко и банан очень люблю дочь и милк вот эти вот жидкие мыло вкусный приятный аромат какой-то бананово йогуртный молочный по функциям тоже очень очень мне нравится они сушат кожу рук так вот по своим функциям он просто идеален они сушат кожу рук вот этот аромат приятный молочно-банановый остается потом на руках мне очень очень нравится могу посоветовать и особенно мне нравится что там есть огромное обилие различных вкусных ароматов поэтому дочь и милка это одна из одни из самых любимых моих жидких так вот такая вот маска от веленты закончилась у меня я ее даже надрезала но не за того что она мне очень очень понравилось как делают многие а из за того что здесь очень много было прям на просвет вот так вот еще бальзама но открыть вот эту вот крышку я не смогла поэтому что с разрезать в общем что это у меня но по факту это никакая не маска это был бальзам для волос использовал я его также после шампуня но в принципе он справляется со своими функциями неплохо смягчает волосы как-то облегчает расчесывание но я бы не сказал что я очень им довольна он такой слегка жидковатый был никакая это не маска тем более для сухих и поврежденных полос вряд ли подойдет эта маска в общем посмотрите и брать не советую очень-очень очень легкий такой бальзам который по факту слегка только увлажняет питает волосы но для сухих поврежденных волос явно не подойдет также закончился вот такой шампунь у меня это на плане тарганика в поисках рецептов красоты салон деклеопатра на натуральном молочном мыле и цветочном еду для укрепления волос такой шампунь брала его по акции в пятерочке кстати очень часто в пятерочке бывают акции именно вот на эти шампуни там у них самая лучшая цена не помню 85 рублей по моему он стоил здесь довольно большой объем аж 400 миллилитров использовала я его ну больше чем полгода точно ну потому что у меня стоит огромное количество различных шампуней бальзамов в ванной открыты поэтому ну так он мне очень понравился он приятно очень пахнет медом какими-то цветами он густой у него очень удобно вот этот дозатор хотя в конце когда его уже оставалось мало мне пришлось открыть и вот так вот доставать его да очень приятный медово цветочный аромат мне вот очень понравился и даже какое-то время он освещался на волосах ну конечно я использую после шампуня для это какую-то маску либо льза но все равно мне очень понравился возможно повторю какую-нибудь другую серию потому что там существует огромное количество различных серий именно вот из этих вот шампуней планеты органика ну вот как для укрепления волос конечно я ничего не могу сказать у меня такой проблемы слава богу не было вот только недавно но мне опять началась но у меня сейчас другой уход я расскажу в следующем видео так вот такой вот закончился у нас это что здесь все по английски это мне ксюша из москвы присылала ксюша привет если будешь смотреть это скраб клинсеры в общем очищающий эксфолиирующий скраб для я так поняла для жирной проблемной кожи oil free здесь написано я думаю что мало кому он что-то скажет я тоже такую фирму не знаю это cute beauty это на какая-то американская фирма я думаю нас америки его привозила я его отдала дочке она у меня с огромным довольствием его использовала там действительно были скрабирующие частички неплохо скрабировал очищал кожу и она его использовала где-то раз-два неделю мне он ей он понравился я его не пробовала но думаю что он был неплох также закончился вот такой вот у меня шампунь от золотой шелк про витамины свечивает все значит витамины для волос шампунь мицеллярный золотого шелка 5 витаминов здесь входит состав активные мицеллы даже есть в общем мицеллярная формула для очищения волос мне он понравился он был довольно такой средний по текстуре хорошо очень очищал волосы не сушил не спутывал их в общем могу посоветовать вам нужно тоже повторю там есть тоже различные серии из этого витаминной серии именно этот мицеллярный могу посоветовать стоил он бюджетным и здесь составе действительно имеются витамины причем не на последних местах а где-то в середине списка поэтому могу посоветовать мне понравился так вот такая вот малютка у меня закончилась organic kitchen стояла у меня больше года в холодильнике использовал я его исключительно по утрам по выходным дням это не постоянно после вечеринки маска сос думаю что многие с ней знакомы уже популярность органики чем немножко отходит на второй план а ярко пахло грейпфрутом потому что здесь составе свежий сок грейпфрута и органическая лимонная цедра я думаю что многие знакомы с этой масочкой а по факту это обычная гелевая такая легкая масочка но за счет того что она стояла в холодильнике она неплохо освежала лицо по утру и как-то этот грейпфрутовый аромат цитрусовый придавала какую-то бодрость в целом неплохая масочка ну конечно баловство особо ничего она с лицом не делала но было использовать довольно приятно по утрам использовала и конечно повторять не буду также у меня закончился опять же органи китчен вот такой вот подтягивающий крем для груди антигравитация который входил с экстракт королевской орхидеи и органическое масло жажоба тоже у многих я его видела в использовании пользовалась также им тоже больше года пахнет он приятно какими-то цветочками скорее всего это орхидея и есть по текстуре он довольно средний был естественная нет не ждала от него какого-то супер подтягивающий эффект использовала его исключительно на грудь после душа но в качестве массирования он впитывался быстро и самое главное не ощущалось никакой липкости поэтому мне он в принципе понравился чудо я от него не ждала ничего в принципе особо не делает слегка увлажняет напитывает как бы эту область нежную нашу но естественно подтягивание никакого он не дает повторяйте его не буду ой но использовать было интересно так вот такая вот паста от колки закончилась у меня показываю в своих недавних видео это древние рецепты новинка королевский лотос из всех трех новинок которые там есть мне больше всего как я говорила понравилась лимончиком но еще с кристаллами морскими тоже неплохо вот это самая легкая из них такая гелево-розовая подойдет тем кто любит не ядреные мятные ароматы но мне напали принципе подошла особенно и полюбил мой сынок он любит никогда не сильно щипет во рту и не сильно мятный привкус я же все-таки люблю что-то более такое пас более освежая освежающий эффект поэтому я его смешивала с каким-нибудь там колгейтами ядренами тогда она мне подошла то конечно сама по себе она ни о чем у дочки закончилась две очищающие пенки 1 вот такая улитка очищающая пенка green мама было мне недавно целое видео об этой марке она очень маленькая здесь всего 100 миллилитров поесть поэтому естественно она ее добила очень очень быстро но сама по себе пенка неплохая здесь содержится зеленый экстракт зеленого чая и содержится масло чайного дерева поэтому очищает очень хорошо но такой запах конечно у него характерный с маслом чайного дерева я пробовала его тоже пару раз для того чтобы рассказать как мне этот эффект хорошими пенка но только конечно очень маленький объем вот эта пенка от гаранье чистая кожа актив ультра очищающий гель против прыщей черных точек мы повторяем уже второй раз она черная но очищает очень хорошо для жирной кожи склоны к появлению прыщей вот я беру по акции всегда магнит косметик действительно отличная пенка справляется со своими свойствами на 5 с плюсом и и кстати можно использовать и как маску то есть держать какое-то время на лице но но действительно очищает она просто отлично и когда она ее пользовалась у нее прыщей практически не было так вот такая вот малютка закончилась это крем для лица останавливаться на нем особо не буду я его выиграла в instagram в мало известной фирме русса по было сергей губанов спасибо викули это она меня указала конкурсе в этом и нам обоим прислали такой утренний крем для лица с тонизирующим и восстанавливающим эффектом у него был очень удобный помпо-дозатор хотя здесь всего было 30 миллилитров но использовала его кстати больше чем полгода по текстуре очень приятно быстро увлажнял кожу подтягивал ее хороший кремушек ну я думаю что вряд ли я его когда-нибудь еще повторю вот любимый дезодорант моей дочке это небе эффект пудры еще сейчас я купила кстати дав эффект пудры вам тоже там что-то с пудрой вот это два ее самых любимых они защищают больше всего и она постоянно просит меня их купить классный дезик мы всегда берем именно такие сухие также у дочки закончился клин клея вот такой лосьон для глубокого ощущения лица для чувствительной кожи тоже справляется со своей задачей на 5 с плюсом хотя конечно здесь составе содержится спирт но для ее подростковой проблемной кожи это то что нужно поэтому тоже когда-нибудь его повторю так вот такой вот я рассказывал в прошлых моих пустых баночках что она тут делать я не знаю вот такой вот жидкое мыло из лимитированной серии и фраше значит апельсин и корица по моему это прошлогодняя лимитка если не ошибаюсь классная мысла мыло конечно но здесь всего 200 миллилитров заканчивается но очень быстро хотя мы его начали еще когда было у нас холодно поэтому я его достала но добили все-таки довольно быстро хорошо чает ручки не подсушивает и вот этот приятный аромат апельсина и корицы новогодний такой ну конечно сейчас он вообще не в тему в апреле месяце но вот когда мы его использовали в принципе он нам понравился но естественно повторять его не буду потому что он уже не производится так от ливрана вот такой вот первый мой продукт ливран первый продукт ливана которая попробовала это клюква крем для век 40 плюс очень удобная здесь помпа дозатор но он совсем крохотулечный здесь всего 15 миллилитров поэтому большую часть я использовала уже вот так вот добивая его приходилось выковыривать из этой стеклянной баночки но она темное стекло то есть как положено продукт не испортился приятный аромат клюквы хорошо очень питает увлажняет кожу век в общем то что нужно для более возрастной кожи и даже слегка я заметила уменьшение мимических морщин когда пользовался на этим кремом для век поэтому могу посоветовать тех кто тем кто ищет хороший крем для век вот такой вот крем обратите внимание для врана клюква 40 плюс отличный крем мне понравился и закончился у меня еще очень быстро очень неожиданно закончился такая вот отбеливающая сыворотка концентратор пигмента 51 от либридер который прислали мне еще зимой на тестирование я активно им пользоваться правда здесь всего тоже 15 миллилитров очень нравится мне оформление такое матовая сиреневая очень прелесть и конечно помпа дозата у него очень приятный аромат какой-то люксовой парфюмированной водички я уже огромную я уже долгое время пользовалась именно вот так вот открывая и ватной палочкой туда выковыривая все что есть потому что он мне очень очень понравился этот концентрат действительно когда я им пользовалась активно я заметила выравнивание тона кожи и уменьшение пигментных пятен вот могу посоветовать я правда не видела еще продажи у нас в аптеке вот такие средства от либридер вот эту новую серию с витамином е витамином b3 и вот именно вот эта серия пигменты 5 но скорее всего ее лучше использовать не когда у нас активное солнышко а именно вот осенью поэтому возможно осенью и повторю это средство если увижу у нас продажи очень классное средство могу посоветовать так вот такая вот масочка вот кафе мими наконец-то я закончила состоит из двух частей сама собственно обновляющая маска для лица она идет саха кислотами и сыворотка постактиватор я думаю многие видели и она у меня вот вроде бы ее тут немного казалось бы да по идее и должно хватить на один раз но у меня хватил ее на четыре раза я хранила и в холодильнике тут ее довольно много казалось бы по 15 миллилитров столько же сколько вот этого крема предыдущего 15 миллилитров поэтому на один раз точно ее будет много ну на раза три можно смело и распределять а даже на 4 а сыворотки постактиватор здесь тоже довольно 5 миллилитров вроде бы но она такая плотная как крем и очень мне понравилось как она увлажняет напитывает кожу после маски маска сама по себе такая белая похожа на глиняную маску не знаю есть в составе глина или нет скорее всего есть потому что здесь также куча всяких экстрактов апельсина ананаса грейпфрута опять же повышает тонус улучшает цвет лица хорошая масочка мне понравилось действительно я увидела осветление кожи и улучшение тона более четыре раза на четыре раза хватило так что не сказать вот об этой вот штучки это праймер у меня от max factor face finiti вот я не знаю есть он сейчас продажа или нет я его покупала когда-то в летуале по моему если я не ошибаюсь и наверное еще года два назад пользовалась я им здесь кстати spf 20 это наверное единственный плюс этого средства пользовалась я им исключительно по утрам перед макияжем по факту это какой-то легкий белый крем который нужно использовать тут много всего обещают что он делает ну вот не знаю здесь написано уменьшает яркость пигментных пятен покрасней подготавливает кожу к нанесению макияжа матирует выравнивает камеру я ничего подобного не заметил что с ним что без него матовости никакой я не увидела он активно пахнет спиртом когда его наносишь на лицо в общем не знаю кроме спф наверное здесь никакого плюса больше я не увидела ничего он толком не делать пользовалась им просто жаба душила потому что стоил он не бюджетно и я надеялась что все-таки хоть какой-то эффект от него вижу но увы ну благо что хоть поры не забил ничего вредно вредности никакого нет но за его стоимость в общем смотри посмотрите и никогда не берите не советую также я закончил знаменитый вот этот тоник от веледа тоник с розмарином против выпадения волос я думаю что многие его знают многие пользуются здесь было 100 миллилитров очень классный тоник я им использовалась активно когда у меня началось выпадение волос сейчас к сожалению я его добила хотя я бы продолжил им пользоваться потому что это сезонное выпадение весенние волос у меня продолжается к огромным сожалению но тем кто страдает такими вещами могу посоветовать я использовала его и перед тем как на мыть волосы как в качестве маски наносила на корни и оставляла практически на ночь от ним не оставляет никакой жирности у него яркий такой аромат именно розмарина трав и действительно от него есть эффект поэтому могу посоветовать правда он не бюджетными когда-то его прислали с сайта какого-то на тестирование классный тоник классный 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 он есть на разных сайтах вот советую прям советую для тех у кого есть такие проблемы так вот такая лимитка закончилась от the body shop это был скраб для тела из лимитированной новогодней коллекции он называется у нас по-моему зимние ягоды если не ошибаюсь но тут и конечно ничего нет очень приятно пахнет ягодами но такой довольно яркий химический аромат не все может прийтись по вкусу я слышу ярко здесь или сливу или клюкву что-то такое это был сахарный скраб довольно такой легкий пеленгующим здесь его очень мало было всего 50 миллилитров поэтому как скраб для тела это так было баловство просто хотелось ощутить этот аромат познакомиться с ним было интересно а так конечно ну баловство баловство и конечно стоит он не особо бюджетно как и вся продукция the body shop но могу посоветовать для тех кто хочет просто попробовать эту лимитку мой любимый лак закончился от faberlic вот такой вот мятный мятная не помню как-то назывался мятное что-то там но артикул у него 73-64 я думаю что многие знают эти сессилаки знаменитые я активно очень им пользуюсь я вообще люблю мятный цвет как вы видите у меня на ногтях сейчас тоже но это уже не он потому что я этот разбавляла разбавляла тут еще есть конечно но тут его на дне уже и сколько бы я не разбавляла он все равно очень густой долго сохнет и я в общем намучилась с ним постоянно задеваю смещается он у меня я устала бороться и купила себе от стеллари идентичный цвет ну целом не очень нравится и по функциям вот эти сессилаки и по цвету очень красивый нежный мятный оттеночек поэтому кто любит такие оттеночки весной-летом могу посоветовать он действительно отличный и последнее что у меня будет в этот раз я прям так хорошо ложилась 20 минут это вот такие две масочки от елизавета я уже рассказывала о моих знакомствах с этой фирмой которую я очень хотел попробовать корейская фирма елизавета ссылочка будет где-нибудь здесь так вот мне оставалось попробовать только вот эти две масочки я их хорошенько так потестировала на прошлых выходных я делала вот эту масочку я использую на два дня потому что здесь очень много жидкости и всего вчера сегодня я использовал вот эту маску с медом у них очень приятные ароматы тонкая лекала тонкая в смысле маска сама по себе очень тоненько но при этом она не рвется что мне понравилось в отличие от холики-холики которые используем маски они прям рвутся или мне так не повезло хотя многих любят но здесь минус в том что здесь очень-очень широкие дырки под глаза и под рот и под нос то есть вот эта вот часть очень узкая надо ртом и она вот такая непонятно какая-то полоска здесь была лекала не особо мне понравилось конечно не особо удобно но сами по себе маски неплохие хорошо увлажняют кожу ну естественно естественно одного раза никакого эффекта особо не увидишь но впечатления произвели приятное если была возможность я бы может быть их повторила но у нас они не к сожалению не продаются интересные масочки могу посоветовать если кто-то видел их в продаже вот вот такие вот у меня были пустышки за апрель месяц напишите что же закончилось у вас интересно может быть вы что-то из того что я рассказывала пробовали рассказывайте очень-очень жду обратной связи комментариев лайков до встречи в следующих видео пока пока